В эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. 12 апреля в России отмечается День космонавтики. Какой праздник сегодня? День космонавтики. Понятно. А кто у нас первый космонавт? Юлия Гагария. Успенский храм города «Видное» посетил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Праздник! Праздник наступил! Нас владыка посетил! Во дворце спорта «Видное» состоялся традиционный открытый турнир подзидо. Если в весовых категориях больше шести человек, то олимпийская система. 12 апреля в России отмечается День космонавтики в память о первом полете человека в космос. В разных уголках Ленинского городского округа прошли мероприятия, посвященные этой дате. Игровую вселенную для маленьких жителей Видного возвели в Центральном парке. На час все участники праздника, подобно космонавтам, могли продемонстрировать силу, ловкость и знания. Как выяснилось, даже малыши, которые еще пока и разговаривают с трудом, знают в честь чего веселье. Какой праздник сегодня? Ленинда Каматов. Понятно. А кто у нас первый космонавт? Юлия Гагария. Перед праздником, да, вот старались посвятить, как бы рассказать, осветить, да, что такое вообще, что за праздник. Вот так вот. Понял. Ну, а в целом праздник понравился? Очень, очень. Все здорово организовано, конечно, побольше бы ребят. Несмотря на будний день желающих попробовать себя в роли участника отряда космонавтов, нашлось немало. Праздник удался. Успенский храм Видного посетил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Глава епархии наградил нескольких священнослужителей города и Ленинского округа, а затем провел торжественную архиерейскую службу. Праздник, праздник наступил, нас владыка посетил, хлеб и соль от нас примите и приход благословите. Спасибо, Господи. Спасибо большое. Спасибо, Девки, дорогие. Для Николая и других детей, служащих при алтаре, этот день особенный. Архиерейские службы проходят нечасто и выглядят очень торжественно. Юноша служит уже несколько лет. Пока что он помогает в алтаре, а в будущем хочет стать священником. Я верю в человек, я верю в Бога, но я ему служу. Особенным это воскресенье стало и для нескольких священнослужителей видновского благочиния. В преддверии Пасхи они получили церковные награды от правящего архиереи. Четверо священнослужителей были удостоены права ношения палицы, в их числе иерей Дмитрий Федоров, который служит в Успенском храме. Клирик Богородицы Рождественского храма села Тарычева Протеерей Валерий Бодров получил высокую патриаршую награду – правослужение божественной литургии с отверстиями царскими вратами до херювимской песни. Свидетелями награждения и торжественного богослужения стали десятки прихожан. Во время поста одолевают разные мысли, да, там очень сомнения. И вдруг в такой день, это как поддержка, приезжает в наш храм правящий архиепископ, что это как помощь Божья и настолько торжественная служба, она радует всегда и глаз, и слух, и, главное, душу. За божественной литургией была прочитана молитва о восстановлении мира. По окончании богослужения владыка Аксий вручил архиерейские грамоты благотворителям и прихожанам храма. Олеся Побова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Жители Ленинского городского округа могут получить направление на работу или перерегистрироваться в качестве безработного в МФЦ по месту жительства. Об этом мы поговорим с начальником организационного отдела Центра госуслуг «Мои документы» Сергеем Байковым. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как можно получить эту услугу? Дело в чем? Дело в том, что вот уже три месяца у нас действует, и эту услугу можно получить полностью в электронном виде. Причем не надо ехать непосредственно в ведомство, в центр занятости, население тем более, учитывая то, что он с города Видное переехал в город Домодедово. И довольно проблемно, вызывает проблемы добраться именно до центра. Эта услуга реализована полностью в электронном виде. Для этого достаточно иметь учетную запись на портале госуслуг. Кстати говоря, эту учетную запись очень легко и просто, и очень быстро и комфортно можно зарегистрировать именно в нашем МФЦ и в любом из его отделений. Это Лопатина, это Бутова парк. Затем с помощью учетной записи зайти на портал «Работа в России», и там, выбрав соответствующий сервис, заполнить заявление и направить его в Центр занятости населения. Его рассмотрят работники в дистанционном порядке, все документы, которые приложены гражданином, и направят уведомления о направлении на работу в МФЦ для выдачи заявителю и в личный кабинет. Значит, в соответствующее СМС-сообщение придет заявителю. Кстати говоря, можно распечатать будут из личного кабинета самостоятельно, можно прийти в Центр МФЦ и получить уведомление на работу. То есть все дистанционно? Все дистанционно, и не надо посещать ведомство. А если у кого-то нет компьютера, может быть, услугу можно в Центр МФЦ? Для этого не стоит расстраиваться. У нас 9 компьютеров бесплатного доступа к порталу госуслуг. Там можно, у нас квалифицированные работают специалисты, которые помогут заполнить все необходимые поля, отсканировать все необходимые документы и направить заявление в ведомство. Сергей Сергеевич, то есть это можно сделать в любых офисах, которые находятся на территории нашего округа? Совершенно в любых офисах. У нас сейчас работают три офиса полноценных, без выходных с 8 до 20 часов. Это центральный офис на Школьной, это в рабочем поселке Лопатина и в микрорайоне Будово-парк. Вся информация интересующего можно посмотреть на нашем сайте, о графике работы и о местонахождении офиса. И еще хочу сказать, что на региональном портале государственных услуг при выборе соответствующей услуги весь справочный материал размещен, в том числе образцы заявлений, какие документы необходимы и для каких услуг, либо получения каких справок, какие документы предоставляются. Все это предоставляется в электронном виде, в дистанционном порядке. Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Я напоминаю, что мы беседовали с начальником организационного отдела Центра госуслуг моей документы Сергеем Байковым. Остеопороз называют немым врагом 21 века. Начальные признаки можно обнаружить лишь после перелома или минимальной травмы. Многие воспринимают заболевание как закономерный этап старения, но это далеко не так. Среди пациентов немало молодежи. Как обнаружить проблему и начать своевременное лечение, выясняла наш корреспондент Галина Житкова. В возрослой поликлинике Видновской районной клинической больницы работает школа остеопороза. Это хроническое заболевание костей скелета приобрело поистине глобальные масштабы. По данным Всемирной организации здравоохранения, недуг на четвертом месте по распространению и смертности. По статистике, 34% женщин имеют остеопороз и 27% мужчин. Поэтому, конечно, таких пациентов к нам приходят. И на базе Видновской больницы, в взрослой поликлинике мы таких пациентов выявляем. Назначаем своевременное лечение, тем самым продлевая срок жизни. Потому что известно, что пациенты после больших переломов, это перелом бедренной кости. Примерно в течение первого года после перелома половина из них, к сожалению, погибает. В группе риска не только старшее поколение, но и молодые люди, что ведут малоподвижный образ жизни и длительно принимают гормональные препараты. Это пациенты с бронхиальной астмой и ремотоидными заболеваниями. Остеопороз в их случае проявляется только, когда случается перелом. Реальный шанс избежать больших проблем в будущем – профилактика. Назначаем всем препараты кальция, препараты группы витамина D. Обязательно обогащаем рацион молочными продуктами. Рекомендуем физические нагрузки. Это может быть скандинавская ходьба, плавание. Любая нагрузка, которая приносит вам удовольствие. Типичными местами переломов при остеопорозе являются позвонки, бедро, предплечье. Эффективный метод скрининга – ультразвуковая денситометрия. Умный аппарат начинает издавать звуки при любом неправильном снятии показаний. Вообще не любят лучевая кисть. Очень очень волная. Все переломы, когда пациент падает, наверное, там же льду, называется перелом луча. Людмиле Левтеевой недавно исполнилось 80. Диагноз остеопороз поставили 6 лет назад, после тревожных симптомов. Бывший медицинский работник заметил резкое ухудшение веса и роста, а также боли в позвоночнике. Сейчас пациентка на лекарственных каникулах. Обязательно нужно принимать витамин D, D3, обязательно в каплях, и препараты кальций, кальцимин адванс я принимаю. Обезопасить себя от проблем в будущем довольно просто. Достаточно каждый день включать в свой рацион необходимое количество кисломолочных продуктов для восполнения недостатка кальция в организме. Галина Житкова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На территории Ленинского городского округа стартовал первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2022». В рамках мероприятия в Бутовской школе номер один прошло открытое занятие, на котором старшеклассникам рассказали о вреде наркотических средств. Учащиеся Бутовской школы номер один рассказывают, что антинаркотические профилактические мероприятия в их учебном заведении проходят регулярно. В таких мероприятиях нам обычно рассказывают что-то новое, интересное, полезное, всякие презентации. Вот недавно у нас был праздник просто как школьный КВН, и там мы после урока все остались и смотрели на это шоу. Там школьники готовились, было достаточно интересно. К нам часто приходят люди из соответствующих организаций, рассказывают о вреде алкоголя, наркотиков. Очень понятная и доступная форма для всех. В каждый класс приходил врач-нарколог, и нам объясняли вред курения и наркотиков. Цель акции «Дети России-2022» – профилактика незаконного употребления запрещенных веществ. Начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ленинскому городскому округу Ольга Погожих рассказала ребятам, что абсолютно все наркотические средства – это яд, поражающий весь организм человека. Подросткам разъяснили, какая уголовная ответственность предусмотрена для тех, кто решит связать свою жизнь с наркобизнесом. Также на занятии была поднята тема социальных сетей. Конфиденциальной информации в интернете нет, и чтобы дети понимали, что все шаги, сейчас они уже, они все как бы запоминаются и хранятся. И в случае, если необходимо будет какую-то ненужную информацию добыть, правоохранительным органам сделать это будет несложно. Во время открытого урока у ребят было возможно и задать интересующие их вопросы сотрудникам органов внутренних дел и другим участникам встречи. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. На стадионе «Металлург» прошел матч «Первенство России по футболу» среди команд клубов «Футбольной национальной лиги-2». Видновчане сразились со спортсменами из Калуги. Игра вышла весьма напряженной и захватывающей. Для видновского футбольного клуба, основанного всего два года назад, это уже второй матч в рамках «Первенства России по футболу». На этот раз его соперником стала команда из Калуги. К началу игры настроение у наших ребят было довольно боевое. Победа любой ценой для нас очень важна, поэтому будет очень хорошая захватывающая игра сегодня. А вот с погодой в этот день явно не повезло. Футболистам пришлось играть под холодным моросящим дождем. В первом тайме счет открыли видновчане. Отличился нападающий Михаил Жапкин. «Гол красивый вообще забил с правого края, с угла штрафной. Такое прекрасное. Болею за видновое. Хочу, чтобы видновое было. Город, чтобы был футбольный. Играют хорошо пока. Пока выигрываем». Затем инициативу перехватила команда Калуги и провела серию результативных атак. Футболистов активно поддерживали болельщики. «Мы болеем все за Калуги! Тебя ждет лучший!» В результате матч закончился со счетом 1-4 в пользу гостей. «Футболисты сегодня показали характер. Они молодцы. В втором тайме, на мой взгляд, мы доминировали. Забили отличных четыре гола. И еще были моменты для того, чтобы реализовать свое преимущество. Но в целом, конечно, результатом и качеством игры мы довольны». «Не хватило физических кондиций. Я считаю, команда под конец расклеилась. Очень печально. Но, тем не менее, исход встречи сегодня такой. Будем работать, потому что команда у нас практически новая, со второго круга. Еще не совсем сыгранная». Впереди у наших футболистов встреча с командами из Тулы и Южно-Сахалинска. «Верим, что ребята еще отыграются». Екатерина Парисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Дзюдо – один из олимпийских видов спорта. Единоборство, в котором задействовано не только силы и мастерство спортсмена, но и его интеллект. Кроме физического развития, этот вид спорта закаляет характер и укрепляет волю спортсменов. Традиционно открытый турнир под дзюдо состоялся в Видном. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. «Первенство под дзюдо во дворце спорта «Видное» – это отличная возможность собраться вместе любителям этого вида спорта, а заодно почтить память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. Именно им посвящено сегодняшнее мероприятие. Традиционный турнир проходит в Видном уже в шестой раз и собирает юных дзюдоистов не только из Москвы и Московской области, но и из других уголков России. Соревнования проводятся при поддержке УМВД по Ленинскому городскому округу. Я рад приветствовать всех в очередной раз на нашей вести приемной Видномской земле. Сегодня, в столь непростое время, соревнования, посвященные погибшим сотрудникам органов внутренних дел при исполнении служебного долга, обретают особых смыслов. Рядом с татами был расположен памятный мемориал, посвященный нашим землякам, погибшим во время выполнения боевых заданий. Состязания проходили в двух возрастных категориях – до 13 и до 15 лет. Всего участвовали около 300 юношей и девушек. За поединками спортсменов следили судьи, чтобы схватки проходили по всем правилам. Для победы ребятам нужно было провести несколько спаррингов. Если в весовых категориях больше шести человек, то олимпийская система. То есть до полуфинала, дальше, если человек проиграет, он утешается. И если пять человек и меньше, то круговая система. Болельщики переживали и поддерживали своих ребят. Видны представляли воспитанники клуба «Орленок» и школы «Олимп» городского центра спорта. Арсений Сапин занимается дзюдо с трех лет. На домашних соревнованиях он занял первое место благодаря серьезной подготовке. Тренировки каждый день, понедельника по пятницу, даже есть суббота. Тренируют хорошо, мне нравятся. Опытные тренера дают хорошее физическое образование. Дзюдо я начал заниматься ровно девять лет назад. Ибо в этом спорте есть абсолютно все. Здесь нужно уметь ловить противника, уметь думать и применять силу. В этом спорте каждый найдет для себя что-то нужное. Поединки продолжались на протяжении всего дня. По итогам соревнований победители и призеры получили заслуженные кубки и медали. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. А я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова